Венивижн Интернешнл В сериале «Любовь прекрасна» В ролях Карл Хоффман Анна Карина Казанова Рикардо Бианки Мариан Волеро Кони Фуэнтес Денис Навель Аннабеля Риверо И другие Композитор Даниэля Спиноса Исполнительный продюсер Маргарита Моралес-Моседа Режиссер Тони Вьего А чего? А чего? А чего? А чего? А чего? Кто это сделал? Папа, почему ты не позвонил? Не поговорил со мной Потому что я дурак Я все потерял Анна, детка Пойдем Анита Элизар Врач сказал, что к вам можно Да Но Хавьеру нужно отдохнуть Пожалуйста, уговори Анну подождать в коридоре Да-да Анита Давай подождем в коридоре Пусть папа и мама побудут одни Им нужно поговорить Джуниор Бабушка, я занят Нет, нет, послушай меня То, что я хочу сказать, очень важно Я знаю, что ты скажешь Все равно послушай Джуниор, ты должен поехать к отцу в больницу Нет, я не хочу И вообще мне некогда Речь идет о твоем отце Не об отце, бабушка А о человеке, который нас бросил И чуть не сделал нас нищими Я тоже не могу этого забыть, Джуниор Но ненавидеть родного отца Это неправильно Когда-нибудь ты об этом пожалеешь Ни сегодня, ни завтра Но ты будешь корить себя за то, что в трудную минуту Тебя не оказалось рядом Не переживай Он не умрет, бабушка Мама сказала, что он поправится Бог с ним А маму ты не хочешь поддержать? Перестань Дорогой Я не хочу ехать в больницу к отцу, ясно? И ты не можешь меня заставить Ладно, дорогой, ладно Успокойся Я в больнице С Моникой и Анной Ты уже знаешь, что случилось с Хавьером? Конечно, мне очень жаль Как он? Он выкарабкается Хорошо Передай Монике, что она всегда может на меня рассчитывать Спасибо, что позвонил Пока Это Элизар из больницы Говорит, что Хавьер поправится Слава Богу Да, это хорошая новость Где Джуниор? Работает Он никак не может вырваться, но я уверена, что он Обязательно приедет Завтра Ты руководишь рекламным агентством А врать сама не умеешь Я не вру на работе И очень зря Он не хочет меня видеть Он обрадуется, если я умру Он до сих пор злится И согласись Он имеет на это право Но в глубине души он тебя любит Хавьер, осторожнее Тебе нельзя волноваться Теперь вы перестанете притворяться Ты все испортила Я хотела как лучше Кармен, знаешь, что я недавно поняла Когда увидела Луиса Что было и на вождении прошло И я больше не испытываю к нему никаких чувств Поверь, я говорю серьезно Правда? Да, правда? А зачем ты мне это говоришь? Я уверена, Кармен, что победа останется за тобой В наших отношениях поставлена точка Не буду притворяться Мне не очень приятно об этом говорить Даже когда я понимала, что могу быть Луиса только другом Мне нравилось видеть обожание в его глазах Сейчас не стоит об этом говорить Успокойся, Хавьер Я вспоминал Как мы отправились в Париж Объехали пол Европы И вдруг В глазах потемнело Я не мог дышать Но в душе был покой Покой Спасибо за совет Но я предпочитаю сама принимать решение Ты дождешься, что опять подложат бомбу? Или он в кого-нибудь влюбится? Вы симпатичные парни, пользуются успехом Готовы поспорить, что Ане Понравилось с ним кокетничать? Дрянь Нет, я настоящий друг, Кармен Если бы я любила Луиса так, как ты И если бы он пришел просить прощения Я бы его уже не отпустила Кармен, не трать зря время На бессмысленное сведение счетов Жизнь слишком коротка Ну, рассказывай, что там Понятно Когда его выпишут Ясно, отлично Спасибо, что позвонила, Лизар Я постараюсь Пока Кто это? Мы можем поговорить? Что тебе еще нужно? Здесь был кто-нибудь, когда вы пришли? Полицейские? Охранники? Никого нет Когда я приехал, дверь была открыта И я вошел Наверное, убийца забыл ее захлопнуть, когда уходил Вполне возможно Вы приехали Потому что вам позвонил Ачаваль? Да Но сначала я попросил своего помощника связаться с полицией Ладно, чего ты хочешь? Быть твоим другом Как лицо? Немного лучше Покажи Да Синяк почти прошел Да, слава богу Лукас, конечно, дрянь Но его методы действуют Мне не помешает в следующий раз хорошенько его отделать Леонардо, не говори так Хавьер в тяжелом состоянии Да, ты уже говорила Это еще не все Он пытался покончить с собой Скрыл вены Но его спасли Ему уже лучше Слава богу Да Мне казалось, что ты желаешь ему смерти Да ты что? Мало ли что скажешь в сердцах Когда я услышала о несчастье, я чуть с ума не сошла Я не знаю, что и думать Неужели ты готова сочувствовать Хавьеру после всего, что он натворил? Я вижу у вас на руках следы крови Да, я не заметил Наверное, это кровь Ачаваля Когда я пришел, он был еще жив, я пытался помочь ему Помочь человеку, которого вы обвинили в гибели отца? На что вы намекаете? Что это сделал я? Думаете, я убил его? Я скажу прямо, сеньор Вальдес Я хочу, чтобы вы поехали со мной в участок И советую позвонить адвокату Хорошо, я поеду с вами Да, я ненавидел Ачаваля Но я его не убивал Я этого и не говорил Прошу вас Я просила тебя замолвить за меня словечко, чтобы мы поскорее встретились Но сейчас я прошу Дать мне немного времени У нас все не слава богу Он уснул Я принесу кофе Это не помешает Спасибо Тебе лучше? Да, да, мама, немного Извини, я наговорила глупости, но я была не в себе Я понимаю, дорогая Папа поправится Доктор говорит, что раны поверхностные Его скоро выпишут В этом-то и проблема Что мы будем делать, когда он окажется дома? Он не сможет жить один Мы должны взять его к себе Мы не можем Пусть пока папа будет в больнице Здесь хороший уход Но забрать его домой мы не можем У нас не хватит денег на оплату И папе нужен не психиатр А любовь и забота ближних Ты не согласна? А на это невозможно У нас нет свободной комнаты Что-нибудь придумаем Я уступлю свою А сама переберусь к тебе Мама, прошу тебя У нас и так проблем хватает Маму умоляю Пока папе не станет лучше Ты действительно думаешь, что я нравлюсь Ане? Нет, Луис Гермес поверил Гермес наивный юнец А я адвокат Адвокат, который не справился с очавалем Адвокат, из-за которого Микаэла потеряла свою долю В Висконте Интернешнл Адвокат, который Расквасят тебе физиономы, если ты не заткнешься В чем дело, Вальтер? Не любишь, когда тебе говорят правду в глаза? Привет Вальтер, мне нужно поговорить с Луисом Ради бога Меня уже тошнит от его наглого вида О чем вы спорили? Все о том же Видишь, опять звонит телефон Извини Мама, хорошо, что я тебя застала Нам нужно поговорить Расскажи, как Хавьер Врачи оказали ему первую помощь, ему лучше Но я переживаю за Джуниора Ты его видела? Ну, он нормально Делает вид, что ему все равно Но я знаю, что в глубине души он расстроен Мне это очень не нравится Не беспокойся Разумеется, я за ним пригляжу Конечно, Моника Конечно, это же мой долг Луис Надеюсь, твое предложение еще в силе? Может быть Не знаю А что? Не играй со мной Да или нет Вот ответ На твой вопрос Да Кармен, я клянусь, что больше никогда не подведу тебя Не клянись Я и так знаю, что не подведешь Извини, я жду звонок от Бернарда Это он Алло Бернарда? Да Как все прошло? Нормально А чаваль мертв? Его застрелили Что? Фантастика? К сожалению, полиция подозревает меня Ты можешь найти Вальтера и приехать в участок? Да, конечно Диктуй адрес Ладно Так Скоро буду Пока Убили Ачавале Кто убил? Они не знают, но кто бы это ни был Он молодец Господи Что с тобой? Ты вся в крови? Что случилось? Ты ранена? Нет, нет Но сегодня худший день в моей жизни Меня пытались ограбить Представляешь? Ты точно не пострадала? Нет, нет Все в порядке, Микаэла Какой-то парень подбежал ко мне И попытался выхватить сумочку Я закричала Ты не слышала? Я ничего не слышала Он пытался вырвать сумочку Но я не дала Я начала размахивать руками Драться По-моему, я сломала ему нос Господи Нужно срочно принять душ Ты сошла с ума Если на тебя напали Надо сразу все отдавать А то ведь убить могут Нет, нет, нет Я так испугалась Странно, что ты не слышала криков Соседи сразу выскочили И бросились мне на помощь Я пойду в душ Да, конечно Можно войти? Проходи А почему ты здесь? Я думала, ты в гостинице Разговариваешь с Бернардо Господи, с чего ты взяла? Никуда не уходи Я скоро вернусь Поняла? Вальтер В чем дело? Что ты орешь? Собирайся Бернардо нужна помощь Скорей Я тебя люблю Идем Что такое? Кармен решила тебе изменить Со мной Что скажешь? Пошли Скорее Мне трудно в это поверить Но это не значит, что мой клиент врет Я этого не говорил Мы пытаемся восстановить ход событий Синьору Вальдесу позвонил Ачавалю Вы уверены, что это был он? На сто процентов Я знаю его голос Вы поехали к Ачавалю Но сначала попросили своего помощника Напомните, как его зовут? Луис Абреу Вы попросили своего помощника Луиса Абреу Вызвать туда полицию Привет У тебя найдется минутка Когда ты спрашиваешь с такой улыбочкой Тебе нельзя отказать Кармен Неужели ты прислушалась к моим словам? Вы с Луисом помирились? Да Я все сделала так, как ты сказала И это сработало Отлично Спасибо, Сандра Спасибо Спасибо Я подумал, что это может быть ловушка И решил подстраховаться, вызвав полицию Нужно было дождаться нас и идти вместе Тогда бы вы подстраховались Я журналист И мне давно не 16 лет Я привык мчаться на место событий Не заботясь о прикрытии Значит, вы вошли и увидели тело Да, он был еще жив Наверное, это еще один мой талант Наводить во всем порядок Нет, учить других жить Где Луис? Я хочу его поздравить Он поехал к Бернарду Сандра, чуть не забыла Я хочу сообщить тебе совершенно потрясающую новость Убили Эстебена Чаваля Что? Мы вернулись к тому, с чего начали У вас нет ничего против сеньора Вальдеса Его никто ни в чем не обвиняет Пока сеньор Вальдес только свидетель Но вы посоветовали ему пригласить адвоката Я тоже хотел обезопасить себя Видите ли, Вальтер Сеньор Вальдес не просто очень важный свидетель Но еще и журналист Опыт подсказывает, что лучше сразу вызвать адвоката На всякий случай, чтобы избежать проблем Господа, по-моему, я злоупотребляю вашим терпением Сейчас вам принесут показания на подпись Спасибо за помощь Если вы нам понадобитесь Я позвоню сеньор Вальдес До свидания До свидания Что за ерунда? Он умный парень Умеет анализировать, разбирается в психологии Думаю, мы с ним еще увидимся Он зря теряет время Надо искать убийцу, а не улики против нас Он не там копает Папа, доктор говорит, что тебя сегодня отпустят Отпустят Спасибо, милая Я рад, что ты рядом Он не хочет возвращаться туда, где жил в последнее время Ни в коем случае Он поедет с нами домой Я не понимаю Куда? Туда, папа Откуда тебе не нужно было уходить Отлично Абьер, ты быстро встанешь на ноги Нет Твоя мама не захочет Я ее уговорила Я отдам тебе свою комнату А сама поживу у мамы Я не хочу вас стеснять Папа, тебе нужен уход Разве ты не сделал бы этого для меня? Соглашайся, Хавьер Это поможет тебе поправиться Я был идиотом, когда ушел, бросив самое дорогое Ради минутного увлечения Идиот Прости меня, дорогая Пожалуйста, прости Прости Я уже простила, папа Ты забыл? Успокойся и собирайся Скоро придет сестра Тебя выпишут И мы поедем домой Ты лучшая дочь на свете Я знаю Леонардо, мы много наговорили друг другу Но я хочу, чтобы мы все равно остались друзьями Я тоже, Каролина Тоже хочу, чтобы мы остались друзьями Я открою Нет, я сама Здравствуйте Я комиссар Каберо Уголовная полиция Вы синьора Каролина Морео? Да, это я Я хочу задать вам несколько вопросов О покойном Эстебе Нячавале А Чаваль умер? Вы не смотрели новости? Нет Я разговаривала со своим другом Ясно Так я могу задать пару вопросов? Да, конечно, проходите Это Леонардо Гарсия Надо же Сегодня мне везет С вами я тоже хотел поговорить Садитесь Спасибо Вы ведь заявили, что Эстебе Нячавале У вас стрелял Не совсем Понимаете, я думала, что это была Чаваль Потому что это похоже на него Но потом я поняла, что ошиблась Судя по рапорту Вы были без сознания Да? Совершенно верно Я не помню, что случилось Ясно Очень удобно Ты не собираешься заявлять в полицию? Нет, нет, зачем? Он уже свою получил К тому же ему не позавидуешь Но ты испугалась? Как он выглядел? Ты знаешь? А я не помню С каждым днем вокруг становится все больше преступников Слава Богу, что мы избавились от Эчаваля Да, да, знаю, я видела в новостях Знаешь, что я скажу? Я не сторонница смертной казни Но в случае с Эчавалем Тот, кто его убил, заслуживает не наказание А всеобщей благодарности и награды Это справедливо Что ты говоришь, Микаэлла? Послушай себя Убийство есть убийство Даже если жертва закончена негодяем Интересно, кто это мог сделать? Что? Кто мог убить этого негодяя? Не знаю, не знаю У таких, как Эчаваль Много врагов? Точно И первым номером в списке Бернардон С какой стати? Бернардон такой не способен Даже после смерти отца Извини, я просто так сказала К слову Конечно, он здесь совершенно ни при чем Какие у вас были дела С Эстебеном Эчавалем? Никаких Странно Потому что среди его личных вещей В офисе Мы обнаружили счет на крупную сумму денег На ваше имя Да, он должен был мне деньги Он расплатился И больше я его не видела За что он вам заплатил? Я обязана отвечать на этот вопрос? Нет, пока я не получу Ордер на ваш арест Но будет лучше, если вы все расскажете сами Так за что же он вам заплатил? Ну, не важно Я не хочу об этом говорить Ясно Темная история Он что, пытался меня запугать? Все время на что-то намекал Ты заметил? Просто он хороший полицейский Он бросает намеки и смотрит, как реагируют люди Это старый прием, Каролина Ты его защищаешь? Я объясняю А это другое Не уверена У тебя есть какие-нибудь мысли о том Кто убил Ачаваля? Кто же еще? Кроме Бернарда При чем здесь Бернарда? Он не убийца Ты слышала, что сказал комиссар? Он нашел тело Но это не значит, что он его убил Ты готов обвинить его только потому, что недолюбливаешь Сейчас с тобой вообще бесполезно разговаривать Я лучше пойду Леонардо Пожалуйста, не бросай меня одну Я боюсь Если ты уйдешь, я с ума сойду от страха Я не могу остаться А ты ложись спать Пока Пока Странно Он звонит тебе И ты находишь его мертвым Смахивает на ловушку Нет, не думаю А Чаваль Был еще жив Я пытался помочь Но, увы, не успел Он умер У меня на руках Прямо на руках Жаль, что не у меня На руках Не дай Бог Увидеть, как умирает человек Да Мы были врагами Мы вели войну не на жизнь, а на смерть Но все равно я не желал ему такого конца А теперь Все уже позади Все кончено Что ты будешь делать с Сильмом Когда закончишь его Попробуешь пристроить На какой-нибудь канал Не знаю, бабуля Я сомневаюсь, что они этим заинтересуются Когда я снимаю Я чувствую себя лучше Хоть не слоняюсь по дому без дела Любви без страданий не бывает, дорогой Наверное, бабушка, ты права Есть неизбежные вещи, которые приходится принимать Но обидно, когда против тебя Ополчилась мерзкая старуха За тебя, папа Теперь ты можешь спать спокойно Правда Из-за смерти Ачавали придется заново верстать выпуск Но ничего Рейтинг будет выше Придется сидеть до утра Мне нравится твой настрой Тогда за дело? Нет За дело возьмусь я А ты поедешь к Монике Ты забыл, что она обещала дать тебе ответ? Я не хочу на нее давить По-моему, ты ее избегаешь Нет Сейчас приму душ И поеду к Монике Мне нравится твой настрой Молодец Так держать Добрый вечер Объясни, что происходит Мама Хавьер немного поживет у нас Он будет спать в комнате Аны Да, я буду спать у мамы Синьор Аманда Джуниор Нужно было нас спросить, мама Она спросила Ты не имеешь права решать за нас Джуниор, сынок Папа, не переживай Нет, нет Моника Я не понимаю твоего поступка Может, ты объяснишь, что он здесь делает? Бабушка Всему есть предел Синьор Аманда Я хочу извиниться перед вами Не трудитесь Вашему поступку Нет прощения Бабушка, замолчи Разве ты не видишь, что ему плохо? Она не смеет так говорить с бабушкой Проводи отца на кухню и дай ему поесть Алло Алло Алло, Джуниор Это я Катя, дорогая, наконец-то Ты ко мне приходил? Да, с Биллом Но твои братья гнались за нами четыре квартала Ты сошел с ума, дорогой Они могли вас побить Зачем ты это сделал? Я не могу жить в разлуке с тобой А еще я снимаю Про нас фильм Фильм? Ненормальный Зачем? Я хочу, чтобы все знали Что если двое любят друг друга Они должны быть вместе Несмотря ни на что Ты точно ненормальный Но я тебя обожаю Может, объяснишь, что ты задумала Я всего лишь стараюсь быть человеком, мама Моника, ради Бога Он не стоит твоего прощения Даже после того, как пытался покончить с собой Мама, перестань Я не собираюсь никого прощать Я согласилась приютить Хавьера, потому что об этом попросила Ана Она не понимает, что делает Она еще ребенок У нее ветер в голове Она любит своего отца Она всегда его любила И ты это знаешь Это нормально, когда дети любят отца И поддерживают с ним хорошее отношение Мама, он уйдет, как только поправится Прошу тебя, не расстраивайся Как тебе удалось позвонить? Я утащила телефон с кухни Но я не могу долго говорить Ясно Времени совсем мало Знаешь, какой будет конец в моем фильме? Какой? Мы убежим в какое-нибудь райское место И останемся там всегда Тебе нравится? Звучит заманчиво Жаль, что это невозможно Нет ничего невозможного, детка Не говори так Джуниор, мне пора, кто-то идет Я тебя люблю Пока Пока Я не хочу есть У меня все болит Все болит Папа, попробуй суп Очень вкусный Не упрямься, поешь Давай, открывай рот Нет, убери Пожалуйста, не обращайся со мной Как с ребенком Я же сказал, что не хочу есть Ну, как хочешь, папа Не сердись Извини, дорогая Я чувствую себя ужасно Если бы ты знала Как мне плохо Прости Ничего, папа Не переживай Я понимаю Я сейчас все уберу Да, будь добра, Анита Убери Иди ко мне Посиди со мной Осторожно, дорогая Когда ты рядом Мне легче Мне уже лучше Намного лучше Как мне не хватает тебя, дорогой Я знаю Я знаю Для тебя это уже не важно, Эмилиано Но я рада Но я рада, что правосудие все-таки свершилось Такой тип, как Ачаваль Не должен ходить по земле Особенно после того, что он сделал с тобой Единственное, за кого я переживаю Это Бернардо Помнишь, как он поклялся, что отомстит за твою смерть Если это сделал он Я его поддержу И ты ему поможешь Мне так тяжело, любимый Нельзя осудить человека за то, что он прихлопнул тарантула Я буду поддерживать его Во всем Бернардо, извини Я только что узнала Я тебя разбудил, прости Нет, нет, не извиняйся Прости, что заставила тебя ждать Я сегодня очень устала Прилегла отдохнуть и сразу же уснула Как? Хавьер? Спасибо ему лучше Извини, что принимаю тебя в таком виде Я не успела привести себя в порядок Ничего, Моника Я никогда не видел тебя такой красивой Что ты говоришь? Я даже не успела причесаться Нет, 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 нет Ты очаровательна Я... Я только что узнала, что умер Ачаваль? Да Да Да, его застрелили Полиция начала следствие Нехорошо радоваться смерти человека Но после того, что он сделал сеньора Мумиляно Моника Я не хочу об этом говорить Давай думать о будущем Я пришел за ответом Ты помнишь вопрос? Конечно, помню Извини Я не хочу на тебя давить Но... Нет, нет, нет Ты не давишь Я много об этом думала И у меня есть ответ И какой? Видишь ли Бернарда Пока я еще не готова к новым отношениям Но Моника Бернарда, пожалуйста Постарайся понять Я не могу думать только о себе Я должна заботиться о детях И близких Я не собираюсь вставать между вами Да, да, я знаю Ты тактичный И деликатный человек Но, Бернарда Сейчас обстоятельства Сложились так, что я Не могу думать ни о ком Кроме Хавьера Он... Хавьер? Да, Хавьер снова живет с нами Фильм озвучен компанией Интеркоммуникейшнс 2005 год economics Тайп Тайп Я слушаю Тайп 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok